Добрый день, уважаемые читатели газеты «Город Никополь». Субботу вечером в 7 часов вечера, как обычно, субъективно, с Виктором Артеновым. Не совсем обычный эфир сегодня. Почему? Потому что раньше мы вели на ютубе, уже довольно-таки продолжительное время. Сейчас вынужденно перешли на фейсбук, но я думаю, что хуже не станет. Сначала я гляну, как идет ли трансляция. Вроде бы пошла. С чем это связано? Какая-то политика самого ютуба закрыли мне доступ к тому, чтобы я проводил прямые эфиры. Сразу же, после, через три часа, через два с половиной часа, после последнего эфира с Виталием Журавлевым. Я не хочу обвинять в том, что это была там политика или еще, что они сослались на какой-то ролик о педофилах от 2016 года. Ну, как бы, их не право. Итак, я говорю, что мы перешли на фейсбук. Да, поздравляю всех с водохрещением, всех христиан. Давайте посмотрим, идет ли эфир. Кто-нибудь, напишите, пожалуйста, в комментарии звук. Видео и звук нормально. Павел, спасибо большое. Уже люди жалеют, что не на ютубе. Ну, просто привыкли, наверное. Итак, о чем мы сегодня хотели поговорить? Что было анонсировано? Что значит барыга в политике? А есть ли еще и турист? Это первая темка. Как разворовываются бюджетные миллионы? Кто на самом деле правит городом и на что готовы воришки? Как организовывалось второе пришествие Никопольской правды? Я говорю, что давно оно было спланировано и предсказуемо. Ну, и обо всем том, что произошло за уходящую неделю. Что бы я хотел отметить? Ну, на первый вопрос. Что такое, что значит барыга в политике? Вот, знаете, я из себя виню, корю, в том, что когда-то я верил человеку, что он выведет город, в городе будет что-то как бы лучше, чем при Руслане Токаря. Ну, Руслан Токарь, я так вижу, отдыхает. В чем здесь суть? Ну, вся команда блока Петра Порошенко, они как были барыгами, так и остались. Это мое твердое убеждение. Хочу подчеркнуть, что название эфира субъективно с Виктором Артеменко. То есть, это мое субъективное мнение, я его высказываю, вы можете высказать свое, пожалуйста. Ну, человек, который не имеет уже на посту городского головы сколько лет, до сих пор не имеет своего жилья в городе, на съемной квартире живет, брата снимает. То есть, он не связывает свою жизнь с нашим городом. У него задача побольше нахопать и съехать. Все. Ну, при том, чтобы не сесть в это время. Вот это обозначает барыга в политике. К сожалению, я, как и многие другие, просто верили этому человеку. К сожалению. И я считаю, что у нас, ну, просто нет больше права на ошибку. Хочу, как бы, высказать тоже свое мнение. Если останется при власти Петр Алексеевич, егошний предводитель, да, вот эту ГОП-компанию сдвинуть будет очень тяжело. На данный момент у них практически вся структура власти. Как в криминальном мире, точнее, это одно и то же, что криминальный мир, что политика, это одно и то же, да, к сожалению. Вот, получается, значит, Сергей Тихенко, это их человек. Управ делами Донец. Как, ну, такой, как бы, молодец, да, что вот как его жизнь покидала, как его там, там, там бьют, что-то тыкают, а он все равно вылазит и все равно у власти. Я считаю, что Сергею Михайловичу мы посвятим отдельную программу, вот, так как предполагаю, что он возглавит штаб предвыборный Петра Алексеевича Порошенко, ихнего Бога. К сожалению, если вот так посмотреть реально, да, кто вот этой всей махине противостоит? Кто? Секретарь горсовета Союк, отчасти. И бывает так, что не дает им просто принять какие-то совершенно абсурдные решения, да, обыденно, я уже говорил, посмотрите любую сессию, не боится высказать свое мнение. Максим Юхно. Молодой депутат, который чего-то хочет добиться, даже при вот тех палках, которые ему ставят. Виталий Журавлев и, как бы, его юридическая команда тоже постоянно пишут, говорят, пацаны вас обокрали, пацаны, вот, посмотрите. А знаете, ничего и делать не надо, на самом деле. Вот мы выехали с Виталием Журавлевым, вы видели, наверное, проехали перед Новым Годом по тем объектам, где уже подписаны акты выполненных работ, и мы выявили на несколько миллионов, не хочу сказать, прямо-таки кража, но на несколько миллионов не срастается там. Просто-напросто. А, скорее всего, будем называть вещи своими именами, это была подготовленная кража. Даже, посмотрите так, кто там особенно сетует за порядок, за Советский Союз там и так далее. Посмотрите, вот в эфире было с Виталием Журавлевым, он мне задавал вопрос. Вот ремонт лавочек, да, там был, 23 болта нужно было, могу ошибаться, вот в цифрах, 23 болта нужно было открутить или срезать по накладным, которые подписали вот эти вот воришки все, да, значит там работал, видимо, какой-то гайковерт или что, что необходимо было подключать генератор. Подписанное, по-моему, 19-м числом договор подписан, 20-м числом уже акт выполненных работ, то есть сутки. Угадайте, сколько работал генератор? 80 часов. За сутки работал 80 часов генератор, чтобы скрутить 23 болта. К сожалению, прокуратуры у нас нету в городе. Как я и обещал, вы помните, да, что в понедельник у меня была назначена встреча с нашим прокурором Вовк на 10 часов. Я прибыл без 5-10, там уже были люди, 10 его нету, никто меня никуда не пропускает. Я его набрал, он сказал, что он не может, что его срочно вызвали в Днепр. Может быть и так. Но, насколько я знаю, по ихним правилам любых чиновников, когда приемный день, понимаете, для того, чтобы вызвали в область, я был записан в приемный день. Это должно произойти что-то. Ну, ничего не произошло. И встречи тоже. Полиция, полиция у нас есть, полиция есть, составляет на Артеменко протоколы, это нормально, значит. Остальных у нас просто нет, есть еще несколько активистов. И будем надеяться, что все равно знаете, вспомните партию регионов, когда говорили, что они ненадолго, они навсегда. Вот вы вспомните офицеры партии регионов и посмотрите, что будет дальше. Это по тему, как разворовываются бюджетные миллионы. кто на самом деле правит городом? На самом деле городом правит далеко не Андрей Петрович. Он вообще просто сдал его в аренду, вот, просто сдал его на откуп. Он, как вы видели, может, там в палате номер 7, я показывал видео, у него есть своя теория относительности, это сколько, кто ему должен относить, понимаете, вот так вот. А правят городом другие, это такие, как громадская сила, которая подняла падающее знамя, упавшее знамя, никопольскую правду, о чем я и говорил. Вот давайте вспомним, посмотрим в интернете, газета писали год назад, брали у меня интервью, вот это было 20 сентября 2018 года, это опубликовано, понимаете, а брали они у меня еще летом его. Где тут и описано, то, что второе пришествие никопольской правды ожидается под выборы. Это было, ну, как бы ни для кого не секрет, тогда уже было, ну, для людей может и секрет, но тогда уже было зарегистрировано издание с названием «Никопольская правда». Учредителем его являлся Вадим Геннадьевич Колесник, по-моему, или Александр Михайлович Рыбаков вместе с редактором. Ну, что я могу сказать? Конечно, посмотрите, как оно выглядит сейчас. Вот. Никопольская правда, громадская сила Никополь. Ну, да, вот громадскую силу как бы сложнее было с понтом деполитизировать, да, то есть всем понятно было. А тут вроде бы как Никопольская правда. Расчет на простых бабушек, дедушек, которые действительно читают ее, которые верят, верят телевизору, верят газете, верят всему. Знаете, больно просто вспоминать, как этот же Андрей Петрович Фисак, он ее просто-напросто банально зарезал два года назад, но перед этим как он за нее переживал, и как мы с ним вместе планировали вывести ее в коммунальное предприятие, потому как в шестнадцатом году вступал в силу закон о том, что коммунальных СМИ не будет, понимаете, а получилось так, как я и сказал, просто-напросто он сдал его, эту Нигабрскую роду уложил и отдал другим людям, точнее, они все в одной компании. Знаете, как уложил? Я тогда был наивный, я был тогда советником городского головы по работе со СМИ, я думал, что он хочет ее поднять. Поднять ее было очень просто, чем Нигабрская правда отличается от других периодических печатных изданий? Тем, что она получает дотации из бюджета. Все. То есть, настроен наладить работу. Я предлагал, как это сделать, но это, знаете, на что было похоже? Это было похоже, мои предложения были услышаны, вот так прохлопаны и ни шагу. Знаете, на что похоже? Это когда хотят забрать здание какое-то, сначала его доводят до такого критического состояния, чтобы потом за гроши или бесплатно поднять с пол. Вот так же и было у нас с Нигабрской правдой. Но, на данный момент, я как бы, что хочу сказать? Пускай это оппоненты, пускай это люди, ну, которые в отношении меня бесчестия и совести, да, и в отношении тех людей, которые им говорят правду в глаза, они поступают бесчестно, но пускай бы они были с никопольчанами честны, и я единственное, чего желаю, чтобы эта никопольская правда, когда перешла к громадской силе, все-таки у них проснулась порядочность, и главное, чтобы это не было просто банально предвыборным каким-то инструментом для промывания мозгов бабушек. Они по-любому будут промывать мозг бабушкам, по-любому, они это и делают. И мы были на собрании какого-то кандидата в президенты, не помню, где как раз бабушка вычитала в громадской силе, потом кричала, что чуть ли не Путин в виде войска, да, то есть было такое, есть у меня на видео. Там промывка капитальная, но после того, как вы промоете, вы не выбрасываете ее. А сейчас я бы просто, как бы, ну, я не имею права им советовать, кто я, кто они, да, вот, но я просто выскажу, как бы, свое пожелание, ну, хотелось бы, чтобы название соответствовало действительности, а не какой-то игрушкой в ваших, в ваших играх политических, да, там, или не политических. это я могу как простой блогер, да, к примеру, в палате номер 7 одеть парик, одеть вот такие очки и дурковать, но вы же называетесь, и там написано палата номер 7, здесь сейчас написано субъективно с Виктором Артеменко, но у вас написано Никопольская правда, пожалуйста. вот один из выпусков очень интересный был, я первый не видел, неужели я в первый попал, как бы, мне это приятно просто будет, сейчас давайте я посмотрю, были ли может какие-то вопросы от людей, так, пока вопросов нет, хочу напомнить, что в комментариях можете высказывать свое мнение, оно будет зачитано, и так же самозадавать вопросы, если кого-то интересует, только не в отношении меня, что я пью, какой кофе и так далее, а в отношении города, хорошо, и так, чем я могу вас порадовать сейчас, значит, вот, по-моему, в первом же выпуске, ну, как минимум, я так думаю, вот, вышел материал, вот, это в той же газете, которая называется Никопольская правда, сейчас, ну, здесь, значит, если кто-то смотрел мои эфиры, здесь, я думаю, что все равно большинство людей, которые смотрели на ютубе, они видели, как была такая ситуация, значит, что подписание Томаса, да, и скандал небольшой в фейсбуке, когда выложил один Никопольчанин свой пост, что гнать надо отсюда московских попов, ну, я предложил прийти ему в студию, и другой стороне тоже в студию прийти, другая сторона в студию не пришла, значит, я объявил тогда, что можете звонить по телефону, положил здесь телефон, и происходили звонки, звонил, значит, Егор Рудин, высказал свое мнение, значит, звонил Святослав, как должность, ну, вы знаете, да, это Еремонарх, ну, как-то я могу просто язык сломать, вот, высказал свое мнение, как бы, об этом, и тут позвонил сотрудник нашей редакции, и мой друг с конца 80-х годов еще, Руслан Соловьев, значит, я ему сказал, что Руслан, ты в эфире в прямом, а он подумал, что это шутка, вот, он подумал, что это шутка, и начал рассыпаться в благодарностях, что это, благодарю тебя за то, что ты дал денег мне на свадебное путешествие, там это лето, я говорю, Руслан, ты в прямом эфире, мы говорим о Томасе, да, вот, он еще раз, а мне Томас говорит ровно, говорит, я это, я выключил его тогда, ну, нужно понимать, что прямой эфир, он предполагает какие-то ляпы, да, ну, я считаю, это даже ляп, не ляп, а, я его еще здесь назвал, так, ну, не выдержал, назвал больной, да, и вот, значит, выходит статья на том, что называется сейчас Никопольская правда, я думаю, может, зачитать ее по-быстрому, да, вот смотрите, журналистика профессия интересная, сложенная, но, как правило, очень высоко, не очень высокооплачиваемая, журналистика, как волк какой-нибудь, ну, короче, тут все такое, редактор этого ресурса, Виктор Артеренко, только вот почему вы взяли мою фотографию с палаты номер 7, у вас же есть вот те фотографии, где я в сауне, вот помните, что вы меня шантажировали сколько лет, что если ты будешь вякать, мы выложим это видео, а там на самом деле это ничего и нету, понимаете, где я в сауне, с полотенцем на голове, а сзади вы говорили, что то флаг российского военно-морского флота, да, там оказался флаг УССР, да, вот, ну, такой казус, и ничего я там плохого не сказал, вы хоть и выложили это все, все посмеялись, а компромата там не нашли, да, но фотография-то там более-менее красивая была, ну, что же вы здесь взяли, ну, хотя с палаты номер 7 тоже, ну, неплохая, и тут они пишут, значит, о том, что, как это все произошло, что человек выразил благодарность, все, и, как оно, некоторые слова, вот, которые мне непонятны, Руслан Соловьев был героем нескольких скандальных историй, каких? Когда ему гранату кинули во двор, или когда? Ну, вот, я, как бы, я не говорю, что он ангел, да, и я не ангел, но, каких скандальных, или нам, что он стрелял, то на сессии, то он стрелял, оказывается, просто он переоделся в Рыбакова и Колесника, да, и шмалял там, как Корлеона в сессийном зале, то он, да, может, и так, может, вот, Toyota Lexus, там, внедорожники, которые он покупает, судя по всему, не бедствуют, ведь на приобретение даже одного такого автомобиля, обычного, ну, вы на свои авто посмотрите, только единственное, что Руслан Соловьев не живет за счет бюджета, раз, в отличие от вас, и не ворует, дело в том, что, ну, просто человек занимается спортом, я сейчас проясню, работает сто лет, блин, но кто бы говорил, вот если бы это говорил, ну, тот, который на велосипеде ездит, да, там, или в маршрутках, как я сейчас, блин, вот, я не ставлю себя в пример, забираю свои слова назад, но я сейчас держу в маршрутках, коробка, как вы видели, полетела, и все, и машинники роды, там, вот, само собой интересно, что же это за шикарное, так, а там еще где-то оно было написано, сейчас, такое свадебное путешествие, на которое ему пришлось одалживать деньги, а почему одалживать, там он говорит, что, я, спасибо Виктору Анатольевичу, что он дал мне денег, дал и одолжил, у вас разницы нету, да, одолжил, у коллеги, хоть и с рангом, вы имеете право расставлять какие-то ранги, у себя расставьте, мы, конечно же, рады, что в нашем городе есть такие журналисты, которые умудряются при стремящейся к нулю популярности, ё-моё, как бы вам хотелось, а вот сколько я существую как журналист, да, всегда назывался Виктором Артеменко, в отличие от вас, которые, блин, весь город знает, сколько у того Рыбакова, блин, всяких ников, подников и тому подобное, всегда назывался Виктором Артеменко, всегда говорил о том, что думаю и делал то, что говорю. И тут стремясь исчезать к нулю популярности, ну, сколько вот я существую как журналист, да, называйте меня блогер, как вам угодно, понимаешь, будет, вот, столько мне и предрекают постоянно какое-то там падение, но, чтобы вы понимали, я не больной человек, которому нравится ходить, вот, снимать какие-то пакости, я вообще, если вы помните, у меня рекламное агентство, то есть я рекламщик, я за позитив, это вы меня вынуждаете иногда выйти и заснять, и при этом я есть Виктор Артеменко, и никопольчане знают, кто Виктор Артеменко, кто такой Вадим Колесник, кто такой Александр Рыбаков, и кто такой Андрей Вадимович Фисак. Если вы думаете, что я нервничаю, вы ошибаетесь, ни в чем себе не отказываться, варяться крупными суммами денег, давать деньги работникам редакции, вот уже давать, а не отдалживать, на шикарное путешествие передвигаться на дорогах, в автомобилях, вопрос больше в другом, не стыдно ли им при этом клянчить деньги на поддержку издания у своих читателей, где, когда я клянчил деньги, если вы имеете в виду на ютубе реквизиты, которые выложены в тексте в самом низу, так вот, те, которые смотрят меня не первый раз в онлайн, вспомните, как только начинала выходить программа субъективно с Виктором Артеменко, ставал вопрос именно от читателей, куда переслать поддержку, говорили даже поставить донат, я поставил там карточки, которые были там банка оваль, мне начали критиковать за них, что они российские, поставил монобанк, ну, все, и где вы помните, чтобы я сказал, что пожалуйста, перешлите какую-нибудь копеечку, да, вот вы это вырежете, потом поставите где-то, как будто бы я клянчил, да, вот, я если просил о чем-то, вот сломалась у меня машина, коробка сломалась, о чем я просил Никопольчан, о чем, я просил, подскажите Никопольчане, делать ли ее или лучше покупать донора, подскажите мастера, который сделает, и это не от того, что у меня в избитке денег, от того, что я никогда не прошу, особенно у Никопольчан, просто вот, давайте мне скинемся на коробку в автомобиль, там, или на что, на студию я, пожалуйста, когда делали вот эту студию, я говорил, без слова прошу, я никогда не употребляю этого слова, я говорил, что, если есть у кого-то желание, пожалуйста, пересылайте деньги, потому что тут расходная часть, мама, не горюй, все, и тогда у нас будет студия, в которой будем вести прямые эфиры, приглашать людей, все, и довольно-таки сбросились, и что, я, когда ездил в зону АТО, когда еду в зону АТО, я оповещаю заранее, и говорю, кто хочет помогать, помогайте, это что, клянчу, вот, знаете, те, которые разворовали город, в щен, вот такое вот говорить, ладно, дальше, от них постоянно исходит просьба по помочь изданию деньгами, вероятно, кто-то очень хорошо помогает, так клянчат или вероятно кто-то помогает, ну что-то вы не поняли, не понял я, давайте вернемся к Руслану Соловьеву, вот, проведите эксперимент, самый простой, введите в гугле, ну понятно, если, что вылезет, и оно так и есть, да, значит, если мы введем в гугле Андрей Фисак, Никополь, почему-то вылазит воришка, если введем рыбаков, вылазит стрельба, колесник, тоже стрельба вылазит, введем, вы проверьте, может быть я неправильно, введем Руслан Соловьев-Никополь, вот что выходит, Руслан обиделся, там еще писали они, что мы, как это так, он назвал своего сотрудника больным, и тут, видимо, не обиделся, теплые отношения, да, теплые отношения, нормальные, хорошие отношения, Соловьев это единственный, можно сказать, в городе человек, с которым у нас отношения с конца 80-х, он и я работали в органах, и как оно получается так, что я могу все, что хотите сказать, он все, что хотите, это единственный человек, который может мне при том, как я звоню, он меня может матом обложить по ходу, и я так же сам, просто эти отношения давным-давно состоялись, а вот когда-то был случай, когда Андрей Петрович, он еще был Петровичем тогда, ФИСАК, позвонил мне ночью и сказал, Витя, ты мудак, он там по-своему обиделся, да, на меня, вот, я на что ему ответил, что в Никополе есть человек, который может вот так начинать со мной разговор и вести в таком тоне, но это не ты, это как раз Сергей Мил Руслана Соловьева. Как бы вам там не хотелось, а может у вас там была мысль как-то подсорить нас, да, Руслан сказал, что он очень обиделся, что выложили не его фотографию, а мою вот в этом парике в палате номер 7. Руслан, ну нет у них такой вот фотографии, где ты в парике, надень парик сначала, понял, вот, вот, набрал я в гугле Руслан Соловьев, Никополь, и вот мы смотрим, что мы здесь видим, в отличии от того, если наберите ФИСАК и так далее, вот, и здесь и автомобиль, вот он, кто не знает. Человек занимается, состоит в клубе 4х4, занимается автоспортом, и он в эту машину, он ее делает, 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 потом убьет, разобьет, опять делает, делает, а тут ему пришили какие-то там Лексусы, все, мне просто обидно, пускай бабушки те читают, пускай думают, что хотят, они один раз увидят ложь, и они поймут, что это все-таки неправда, я просто еще раз вас прошу, если вы называетесь Никопольская правда, соответствуйте, уважайте себя, вот скажите мне, какое уважаемое себя в первую очередь издание может разместить вот такое фото на страницах своей газеты, давайте, я уже когда-то вам предлагал, давайте я вам там филейные части свои покажу, вы тоже напечатайте, ну только так, на главной страничке, да, ну что за бред вот это вот, так, давайте вернемся к тому, что мы хотели еще обсудить, ну в принципе, как бы, я считаю, что я все, что хотел, что планировал, я сказал, апелляцию в YouTube я подал, но я сомневаюсь, что они там меня разбанят, но тем, которые сетуют на то, что давайте там жалобу на Артеменко напишем, там напишем, я вам скажу, что живем мы уже как бы в 21 веке, да, и ну не получится так, чтобы полностью меня заткнуть рот, я буду, блин, снимать ваши, там, где есть плитка и пандус и выделено 120 тысяч, блин, а даже не начинали работать, то по вам тюрьма плачет по всем, в лучшем случае, а давайте о позитиве, давай, Максим, вот давай о позитиве, найди мне позитив, пожалуйста, я, Максим, я же сначала говорил, что нас заблокировали, нашли какое-то видео за 16-й год по педофилам, если помните, да, наследие размещало, там полицейские задерживают, милиция тогда, по-моему, еще была, да, или полиция, задерживают педофила и возле машины в покрове враженники с ним разговаривают, YouTube нашло там какую-то, ну, непонятную, но, если говорить о том, что кто-то-то отправил эту жалобу и кто-то ее расписал и почему-то она отправлена была, как раз через 3 часа после, там не пишут, кто отправил, просто в какое время пришла жалоба, как раз после моего прямого эфира с Виталием Журавлевым, ну, случайно, может, случайно, давайте посмотрим на сайте у нас, что там происходило еще, да, вот, был я, прощался с Василием Думанским, это очень трудно, тяжело вспоминать все. Вот этот прямой эфир, который, зайдите на сайт газеты город Никополь, там все ровно выложено, прямой эфир, правда, о Никопольских тротуарах и бюджетных миллионах, знаете, я ожидал чего-то там, ну, такого, но я не ожидал, что вот так будет, 80 часов в сутках у них для работы генератора, 23 гайки, Максим, вы же строитель, да, ну, это может такое быть или нет? Борис Кривчик, кстати, Борис Павлович, здоровья тебе, я знаю, что ты лежишь в больнице, выздоравливай, ты нам нужен, присылает довольно интересные материалы, не всегда согласны, это я вот, то, что говорят, что я клянчу деньги, да, и то, что я там дал на свадебное путешествие, я бы и рад дать, если бы были, вот, что дешевле делать, коробку или донор на Вольво С-80, так она и стоит во дворе, можете пойти посмотреть, буду продавать то, что у меня есть, хочу накопить на донора, и это ни в коем случае не говорит о том, что пожалуйста перешлите мне какие-то копейки, вы вспомните, вот кто-то был, я не оправдываюсь, просто, чтобы вы понимали, какие мелочные, какие беспринципные люди пишут, вот, называя себя Никопольская Правда, да, вспомните, пожалуйста, кстати, когда собирал в зону АТО, тоже помогали мне, я это писал, я писал, когда Вадим Колесник передавал деньги, когда Рыбаков передавал деньги, все, я отмечал, за каждую копейку я показывал, вот что я приобрел на них, как оно, все, суть не в этом, сейчас, вот посмотрите, что я здесь прошу, я прошу, а, вот что я хотел сказать, извините, сбился, когда приходили сюда, ко мне, приносили по 50, по 100 гривен студенты с медицинского училища, которые не дадут мне соврать, я их разворачивал и говорил, что оставьте себе, когда пенсионеры приносили или звонили, спрашивали, куда мне переслать там последнюю копейку, я им тоже говорил, что ни в коем случае, вот так как-то, а здесь я спрашиваю, что дешевле делать, вот история нашего края на тему Русь, князь Святослава, вот два, две такие рубрики, в которых я отдыхаю, это поговорим об оружии и история, в действительности так, что, может ли лучше не знать ту историю, ну, то, что нам преподавалось, бегло в школе и когда посмотришь, как оно на самом деле было, ну, земля и небо, ну, очень интересно, мне нравится и спорить нравится до эфира, ну, здесь пишут, что близко 80 священников уже поехало на Россию, туда им и дорога, опять же, поговорим об оружии, как работает пенсионный фонд, тут очередя, ну, не пробиться, и 17-го числа выдают талончик на 25-е, ну, как бы, можно бегло так посмотреть, вот с этим можно бороться, я так обобщен, я так обобщен, я вам сказала, вы можете подождать, они хоть бесплатные, они хоть бесплатные, это Николай, наш читатель, прислал видео, и, пожалуйста, я тоже обращаюсь, как бы, ко всем никопольчанам, вот за помощью такой, вот, когда я за помощью обращаюсь, я сейчас не смогу выехать, так, как хотелось бы всем, да, как и мне бы хотелось, на такси, извините, на автобусе будет очень долго, и со штативом, с камерой, как бы, ну, не всегда это получится, да, если вы что-то видите, что-то происходит, пожалуйста, засняли на мобилку, у меня есть вайбер, есть у всех у вас интернет, у меня тоже, вот так засняли, я выставил, если нужно, подправил свой комментарий, дал ваш комментарий, и так далее, то есть, ну, чтобы поменьше было, как бы, выезжать, это просто просьба, сфотографировали, потому что, пока я приеду, там уже этого не будет, понимаете, и я приеду, ничего не изменится, вот, про Сергея Михайловича, Донца, статья, тоже Виталий Журавлев прислал, довольно-таки интересная статья, но я уже сказал, что этому человеку мы, по нём сделаем отдельный эфир, наверное, не один, ну, и водохрящение у Никополя, это сегодня Юрко Горобец, тоже наш журналист, кстати, может мне предъявить, почему это Соловьёв поехал, я ему дал деньги на свадебное путешествие, а Юрку Горобец не дал, а потому что он знает, почему, вот эта кепка, всё, вендеровка, обещал меню, и десь, ну, это наша, редакционная, и всё, и сегодня, вот субъективно, с Виктором Артёмко, так ещё я что-то хотел, или где-то забыл, давайте посмотрим, что у нас есть с комментарием, комментарии, аж 10, да, вот, написали, шановные Викторы, это в Фейсбуке, не обожаю, это ужатые интервью, нашего депутата, Стёва Приводу, то, что он, голосовал, по поводу, перехода церковных общин, да, я очень уважаю Андрея Фёдоровича Шипко, и некоторые его действия, я на данный момент не могу понять, просто не могу понять, он очень много помогал через меня, и без меня, в трудное время, когда только началась война, он очень много помогал, он передавал генераторы, я возил новые, вот, он передавал полный багажник, у меня ложился на этой же Вольво, в салоне оказывалась задняя стойка, вот, и некоторые его сейчас действия, ну, мне очень тяжело понять, поэтому я не буду их пока комментировать, пока я лично не встречусь, по телефону я разговариваю, не собираюсь, я не увижу человека, я не пойму, как и что, вот, я встречусь, я поговорю, и тогда я буду понимать, и, возможно, прибудет к нам в студию, и сам пояснит, негапольчанам, почему, потому что, в создании этой студии, он принимал, не последнее участие, почему сейчас такая позиция, я не знаю, так, что-то у нас слабенько с комментариями, сейчас посмотрим, может, я не там смотрю еще, где их 10, вот, скажите, комментариев, нет, комментариев 10, я что-то, наверное, еще не могу разобраться здесь, ну, кто-то пишет, Сергей Пироговский, что колесник, крыса тыловая, что с канала, нет, ну, все, вроде бы, так, да, получается, а где 10 комментариев, я не знаю, давайте я сейчас открою, немножко по-другому, потерпите, минуточку, и знаете, из-за чего, ну, потому что я еще не могу разобраться, как именно, где их тут находить, и где эти 10, когда их нету 10, или вы сами их поудаляли, ну, вот, получилась у меня вот такая вот, что я еще не могу полностью разобраться с Facebook, я вам скажу, что вот так, судя по тому, как оно идет, я не думаю, что оно хуже, чем на YouTube, просто мы там более привыкли, вот, а здесь я вижу, что немножечко я еще не разбираюсь полностью, ну, все, что хотел, я сказать, будем надеяться, что какой-то вывод кто-то для себя сделает, и я тоже для себя, мое личное мнение, так, как они сейчас будут топить за Петра Алексеевича Порошенко, и, мое мнение, то, что вокруг тех, кто выдвигается, и второе, третье, пятое место, все мне почему-то говорит о том, что настроено именно на то, чтобы он прошел, его деятельность, вот сейчас, как и дороги, которые сделаны, и что-то сделано в Никополе, заметьте, последний год, это все банально выбор, не ведитесь, почему, вы посмотрите сейчас на Порошенко, да, ну, вообще, золотая людина, да, а где он был все эти годы, барыжничал, вот так же само, и сейчас, что-то как-то делается в Никополе, ну, даже понятно, что это за областной бюджет, но хотя бы за то, да, делается в Никополе, для того, чтобы оставить вот эту барыжью власть при кормушке, я считаю, что нельзя этого допустить, просто нельзя, иначе, ну, пусть уйдут мирно, просто мирно уйдут, и мы будем строить красивый город, тенистый, где теплая обстановка, и для бизнеса, и для людей, и который не будет уезжать вот так вот за границу, как половина сейчас моих друзей на работе. Так, посмотрим еще по вопросам. Я не вижу, я, может быть, виноват в том, что я просто не разбираюсь, не разобрался здесь именно в этом, но я больше не вижу, и поэтому, давайте на этом, наверное, будем заканчивать, 47 минут эфира, все равно, я считаю, что нормально, все, что хотел сказать, я сказал, давайте, в следующую субботу, я постараюсь разобраться с фейсбуком, как там лучше это все устраивать, ну, а вы подготовьте свои вопросы, и проведем, думаю, не хуже, чем на ютубе, дискуссию. всем спасибо, до свидания.